Спортивные комплексы нашей страны продолжают готовиться к зимнему сезону. Как только температурный минус достиг нужной отметки, активно запасаться снегом начали в Раубичах. В юбилейный 45-й год спорткомплекс будет домашней площадкой для многих крупных международных стартов. Наш корреспондент Елена Горельчик заехала в Раубичи и убедилась, даже в выходные здесь важна каждая минута. Насыпай, загружай, увози. Все в режиме нон-стоп. Так в Раубичах проходят не то что будние, даже выходные. Вдали от стадиона три снегоуплотнительные машины работают над созданием новой трассы. Но здесь с уменьшением одной горы снега рядом растет другая. Снежные пушки, а их в Раубичах шесть, работают сегодня круглосуточно. Ведь пока на улице минус, нельзя терять ни одной секунды. Тот случай, когда работа в минус исключительно в плюс. Забирая воду, эти машины генерируют снег. Хотя назвать это снегом в привычном для нас понимании будет неправильно. Настоящий он мягкий, пушистый, технический, а именно такой вырабатывают снегогенераторы, колючий и жесткий. Если уже лезть в физику этих процессов, то вот это не совсем снег. По сути это мелкие кристаллы льда. Если рассматривать, скажем, под каким-то увеличительным стеклом, то снежинок мы не увидим. Мы увидим просто кристаллы. Кристаллы какие-то, кубики, такие неправильные формы. Они прочнее, они дольше, дольше выдерживают плюсовую температуру. То есть, если, скажем, рядом будет одинаковый объем снега технического и снега натурального, то технически выдержат дольше. На сегодняшний день натурального снега практически и нет таких трасс, где все чисто на натуральном снегу. Спринтерский километровый круг уже вовсю обкатывают биатлонисты. На состояние понедельника вечера практически готовы и 1800 метров. Сегодня можно сказать, половина работы по созданию трасс к чемпионату Европы выполнена. Заготовленного снега пока хватает, но с наступлением минуса все начнется заново, чтобы быть готовыми к любой форс-мажорной ситуации, которую в конце календарной зимы может преподнести погода. Для нас есть даты, уже дней недели нет. Скажем так, работаем и ночью, работаем и выходные дни, и будние дни. То есть, пока есть возможность, надо использовать. В этом году хорошо, положили снег немножко раньше. Ну, конечно, снег для каждого биатлониста – это радость определенная, потому что лыжи все любят, и уже хочется побыстрее. Учитывая нам тенденцию последних лет десяти, в этом году очень нам повезло с погодой, со снегом. Трасса закатана очень хорошо, качественно. Час-икс для Раубич – это вторая половина февраля. Все начнется 18-го числа, когда на белорусскую лыжню выйдут легенды биатлона. Это произойдет в день открытия чемпионата Европы. Уже 20-го числа здесь же стартуют первые гонки континентального турнира. Супер-микс и смешанная эстафета. Биатлонисты будут разыгрывать медали до 24-го февраля, по два комплекта в день. А вот 23-го февраля им придется разделить внимание с фристайлистами. В этот день вечером рядом на склоне лыжные акробаты поспорят за награды предпоследнего в сезоне этапа Кубка мира. Я думаю, Раубич проведут на высшем уровне, потому что у нас очень хороший спорткомплекс. И мне будет интересно посмотреть на спортсменов высшего уровня, стремиться к ним, поддержать своих тоже. Елена Горельчик, Илья Максимов, агентство теленовостей.